Здарова народ, с вами Гопс. И сейчас я вам расскажу об очень необычном клиенте. Игра называется Гаргулии Ремастер. Как можно понять по названию, это ремастер более старой игры. А именно старой игры Sega Mega Drive. Давайте вкратце про саму игру. Это классический платформер, сделанный по диснеевскому мультику Гаргулии, который выходил в 90-х годах еще. Ну, соответственно, игра появилась тогда же. На тот момент она выглядела действительно неплохо и была довольно мрачной. По сути, это обычный платформер с полоской жизни, проломами стен и тому подобной фигни. В принципе, на этом весь геймплей строился. Что же нам дал ремастер? Во-первых, он дал нам новые уровни сложности. Легкий, средний, тяжелый и классический, который был изначально. Во-вторых, он дал нам перемотку времени, что местами полезно для старых платформеров. Ну и третий, он нам дал новый вариант визуала, который полностью повторяет мультик. И он выглядит не так мрачно, как была игра. Но при этом ты можешь совершенно спокойно переключиться на классический вариант одной кнопкой, что не может не радовать. И по сути, эти нововведения преобразуют игру. Но что хочется сказать. Во-первых, на контроллере Xbox иногда бывают мисклики. Причем мисклики бывают прям неприятные. Учитывая тот факт, что игра построена на комбинациях, а именно на комбинациях пробивания стен, они не всегда срабатывают. Я из-за этого поначалу немножко тупил. Пожалуй, это единственный недостаток, который прям мешает играть. Если подводить как итог. Игра Garguli Remastered это хороший ремастер игры Sega Mega Drive. И вы должны это понимать, когда ее запускаете. Это именно что игра с Sega Mega Drive. Она старая, со всеми вытекающими проблемами. Ну и соответственно достоинствами. А вот стоит ли ее покупать? Я считаю, что нет. Компания Disney вполне себе официально ушла с российского рынка. А значит ты можешь вполне себе легально, с чистой совестью приходить в магазин Хаттаба. Без каких-либо последствий. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Ну и конечно не забываем самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным всегда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok